Прибыл от Сергея на ремонт блок от Тахатсу 30-го по цыганской почте. Мои замечания. Вот мы смотрим на блок. Вот таким он приехал. Значит наблюдение. Не совсем понятно, когда вскрывался и зачем. Если вскрывался, то человек должен был понять, зачем он это делает. Ладно. Вот здесь вот элемент. Вот я его подвел под микроскоп. Ну, классика жанра. Вот. Этот элемент треснутый. Если мы делаем замер прибором, значит, сейчас я вот так поставлю, наверное. Ну, в общем, короткое, короткое вот в этом элементе присутствует. Почему оно там? Не буду слушать доводов, могу сказать сразу. Не отключив от блока управления провода, люди зачистили проводочки и стали там с аккумулятора набрасывать, проверять насос. Не знаю, кто это делал, но сразу могу сказать. Парни так не делается никогда. Вот это взорванный диод. Этот диод демпферный параллельно обмотки насоса. Значит, что с ним происходит, если подать неправильное питание? Вот. То, что мы видим. Дальше. Ну, его не поменяли. Он убит. Дальше мы двигаем процессор, процессор. И вот видим. Ножки уехали влево. Отверточка соскочила. На процессоре ноги пошли влево. Даже до короткого там, отчасти, я смотрю. Ну, пока не... Это надо смывать все, все смывать. Вот прежде чем производить осмотр какой-то. Все это дело обычно приводится в нормальное состояние. Вот это, это, ну, я не знаю, это поле чудес. Ладно, бог с ним. Зачем надо было вскрывать, если не довскрыли? Сразу поправлюсь. Ребят, такие вещи по запаху не делаются. То есть, по запаху можно определить шашлыки, можно определить водку, смогонку. Но эти вещи не делаются по запаху. Если по запаху ничего не получается, значит, вскрытие. Если вскрытие делаете, значит, отмывайте качественно. Если не отмываете качественно, не вскрывайте. у процессора ноги от середины и в эту сторону сдвинуты, как будто, в общем-то, был хороший нажим чем-то. Ну, в общем, если не оторвало ноги в теле процессора, то я могу сказать, вам повезло. Если оторвало, ну, ничего в этом хорошего, короче, нет. Так, ну, в общем-то, больше мне добавить нечего. Тут, наверное, так вот я не смогу сфокусировать. Вот так вот она почищена. Ну, если брать по-человечески, да, вот смотрите, зачистка блока. Вот слева черновая, а справа чистовая. Вот. Вот примерно так надо зачищать, чтобы ремонтировать. Ну, я кому это говорю? Мастера все равно в тени остаются в стороне. Ладно. Ну, это для тех, кто действительно болеет за свой труд, за уважение к клиенту. Ну, вот эта вот часть черновая, вот эта чистовая. Это вот блочок от Бориса. Он меня уже выводит из себя. Что с ним сложно сказать, пока он ведет себя некорректно. Ну, с ним мы будем разбираться отдельно. Так. Да. Вот. С него процек. Процек. Лучше положить. Процессор. Процессор. Процессор с этого блока. Короче, я его запустить-то запустил, который с Дальнего Востока, но периферии не хочет согласованно работать. На это есть свои процессы, режимы, проверки и так далее. Отчего это происходит? Ну, догадываюсь, что что-то, что-то, что-то с ним сотворили. То есть, не вскрывая, что-то там потыкали. Может, я не уверен. Это для меня пока загадка. Это первое, что впервые в жизни с этим сталкиваюсь, что нелогично, нелогично, что-то случилось, что можно. Ну, ладно. Значит, Сергей с Коми. Вот этот элемент, вот он у тебя взорван. Допустил ты кого-то, видимо, зачистили провода и бросили с аккумулятора. Ребят, это вам пример, чего нельзя делать. И на первом видео у меня там как раз об этом и говорится, что нельзя. Если человек ткнул в неправильной полярности провода, не отключив отсюда разъем, ткнул неправильную полярность, взрывается вот этот диод. Если он взорванный, он в коротком. Ну, как это выглядит? Сейчас попробую я воткнуть щуп. Один, второй. Слышите? То есть, дальше, без комментариев. Что тут еще надо ковырять? Зачем? Ну, то есть, вылетел. Ну, вылетел этот... Еще есть предположение, от чего он вылетает. Так как он рассчитан на категорию насосов родных, с током потребления полтора ампера, 12 вольт, то, значит, токи, это номер два, от чего это может происходить, если не зачищали провода, если не тыкли. То у насоса автомобильного 5 ампер, да? При включении, отключении, плохой контакт или еще какие-то процессы, то здесь наступает режим всплеск обратный ЭДС и для чего он тут и стоит. Ну, в общем, всплеск был больше расчетного тока этого диода. и ему. Но, вот, до такого состояния с таким вот лопнутым корпусом, ну, не должен он, нет. Скорее всего, все-таки зачистили и сунули. Так, будем разбираться. Сергей, я все получил, в общем, цыганская почта довезла через три человека. Вот. Значит, будем, будем пытаться, пытаться, пытаться разобраться с этим. Ну, могу сразу сказать, подключив вот в таком виде его на двигатель, выдернув чеку, индикации нет. Я не задавал этот вопрос тебе. Ты сказал, по насосу там нету, нету искры. Ну, тут искры-то и быть не может. Вот. И не будет. Вот. Если ты запитывал насос отдельно от аккумулятора, то я тебя понимаю. Ну, когда бы он работал даже с пробитым вот этим. Ну, то, что с ним сейчас, и дай бог, чтобы не оторваны были вот эта группа ног. Если это уже в последнем ковырянии прилетело, вот такая вот, кто-то сдвинул, взяли какой-то металлический предмет и ножки собрали в кучу. То неизвестно. Ну, я постараюсь тебе помочь. Попробуем. Это вставочка в видео. Ну, вот. Удалил больной зуб. Значит, диодик где-то он здесь. Ладно, бухнем. А теперь смотрим сюда и видим сборка резистивная и вот сборка ее нет. Сергей, передай спасибо тому, кто производил вскрытие. Вот здесь стоит сборочка, остались одни ножки. Этой сборки нет. Вот здесь нет. Вот здесь вот нету двух резисторов. Вот. В этой точке. Что у нас тут еще такого? Ну, в общем, ждет глобальный пересмотр. Вот здесь вот нету элемента. Это то, про что я рассказывал. Это банально та сторона. Вскрытие, вскрытие. Да. Ладно. Ну, в общем, нету резисторов, нету сборок, все сковырено. Не знаю, что вот здесь вот попытка пайки, но очень аккуратно. Или это, я ошибаюсь, но, скорее всего, просто аккуратно вскрыли. более-менее. Вот. Будем разбираться. Итог с этим блоком от Сергея. замер потребления процессора дал информацию, которая, в общем, печальная. Ток потребления полуампера при условии, что здесь был нагрев очень серьезный, плюс механически содрали дорожки в кучу, сделали короткое и, видимо, пытались включать. Ну, я исправил положение. Но меня удивило, по цепи питания 5 вольт было засажено 12 или 14, что-то из этого. В общем, вся периферия, процессор, значит, стабилизатор, логика управления, искрой микросхема убита, флэш-память убита. В итоге, ну, то есть, есть корпус, разъем и мелкие элементы, которые остались. Все остальное засажено я не знаю. Не знаю, зачем так поступили, но, в общем-то, вот я почистил вокруг процессора все и был удивлен. Это первая плата, у которой после, я не знаю, но Сергей говорил, какие-то сервисники там лазили. А вскрытие производилось так, что вот здесь даже подплавлен край, ну, видимо, либо паяльником, либо станции так грели. Ну, в общем, привело все к тому, что процессор имеет по питанию сопротивление 65 Ом. Дорожечки я там поподнимал. Да, действительно, на процессоре. Потом, помимо процессора, еще такое же сопротивление имеет, ну, практически оно идентично, оно имеет под цепи 5-вольтовый. То есть, получается, под замену все. этот проектик не имеет смысла восстановления, потому что допущена ошибка передачи этого блока тем людям, которые так убить можно, перегрев этот аппарат, то есть, током насоса, и так как дорожки некоторые проходят с 5-вольтовым рядом напряжением, то есть, 14 вольт, вырабатываемый из генератора проходит, с 5-вольтовой дорожкой недалеко. Есть вероятность, что есть короткая при нагреве с 14 на 5 вольт. Один из вариантов. Второй вариант, вот на этот разъем попытка была что-то там прошить, так как что-то не стыковалось, они взяли и сунули то питание. Некоторые умудряются дать туда 12 вольт, там 5. Дали 12, ну, в общем, те же самые условия. мы получаем убитый блок полностью. Это первый блок в моей практике, который пострадал от неграмотного подхода тех, кто попытался его отремонтировать. Ну, факт есть факт. Значит, донор будет отправлен, скажем так, в восстановленный блок, будет проверен на двигателе и отправлен Сергей, он 100% рабочий, а в этом уже как бы тут ситуация такая, что цена вопроса исходного ремонта, она, ну, тут, тут надо просто завершить этот проект, потому что после такого выгорания тут искать нечего, то есть колоссальный труд, колоссальные затраты и результат будет, как бы результат получится дорогой и не всегда оправданный, то есть надо искать кучу доноров и так далее, все пересаживать. Считаю, что не стоит, проще найти убитый блок, не скрытый и починить. В этом случае 100% гарантия, что он будет работать. Вот с этим тут, значит, элемент вот в этой части вот тут просто снесен, выковырян и на плате имеются ну, от нажимов вот этого инструмента, там еще под компаундом отколотые элементы идут. Вот берешь компаунд, чуть греешь, так раз-раз-раз смотришь, осколочки от конденсаторов керамических, ну и так далее. Как бы, ребят, вот опять же, наверное, обращаюсь к тем, кто пользуется и к тем, кто ремонтирует. Парни, уважайте свой труд. Вот это вот безобразие, вот которое сейчас передо мной, да, ну, наверное, так можно работать, не любя свою работу. Так, попросили, отковырял. Ну, я понимаю, китайский приемник за 600 рублей можно так расковырять и выкинуть. Этот блок немножко других денег стоит. Вот. Ладно. В общем, токовые параметры ушли. Процессор в коротком, практически, 65 Ом. Такого не должно быть. и все это по 5-ти вольтовой шине. Ну, умываем руки. Вот. А Сергей получит другой блок. Ну, по разумной цене, в принципе. Я думаю, что другого варианта пока нет. И, значит, я предложение сделал, чтобы он там, как бы, поискал на просторах интернета у кого-то лежащий просто блок убитый, нерабочий. Это будет в разы лучше для того, чтобы его поднять, будет меньше затрат. То есть, цена будет правильная, чем, если поднимать вот этот. На этот уйдет два донора, как минимум. Вот. И еще, если плат пострадало, ну, межслойное замыкание от перегрева, то тут даже вот эти манипуляции будут равны нулю. То есть, мы все это поменяем, оно приведет, приведет при нагреве к тому же. То есть, шина 14 вольт, замкнет на 5 вольт. Я не знаю, просто, это логические рассуждения. Я не знаю, насколько, насколько здесь кто был и что делали. Ну, факт есть факт, убита 5-вольтовая шина полностью. Так что, ну, парни, во всем надо разобраться, прежде чем ткнуть. Так, ну, в общем, все. Это то, мы с Сергеем это все обсудили, дальше идет видео по поводу работы донора, который восстановлен и уйдет Сергею в пользование. И вновь весенняя, весенняя погода. Опять мы на базе. проверка блока для Сергея, который из Коми. Будем сейчас, еще не запускалась. На улице легкий плюсик, пробуем. и котра отработал. Первый запуск вообще, То есть налил воды Подключил блок Сейчас будем ждать Как только выгода прогреется Выйдет на малые Индикатор ошибок отсутствует Проблема Заработает Значит мы немножечко Гаснем сейчас Заработает Блок такой Звездное небо Оригинальная заливка По новой Запустим Заработает на базе у нас немного шевеления уже немного лодочки так пытаются готовить по мелочи но народу сегодня чего-то мало хотя и плохо еще раз запуск сделаем а а а а а а а а а и а а и Продолжение следует... 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 идет работает исправно делай разгрузочку и катайся троллингом силиконки у меня вот такими вот блесточек это заливка гламурная силиконки делают для себя интересная вещь но это об этом отдельно чуть позже ладно всем хорошего настроения весеннего значит поменьше проблем меняйте масло не забывайте вставить чеку при запуске двигателя весной наблюдал такую картину разобрали почти до поршней оказалось что они чеку не вставили зима она действует на людей так что не забывайте про чеку когда запускаете не надо выдергать свечи это первая беда после зимы надеюсь я не первый кто это наблюдал не только я как говорится ладно всем хорошего настроения всего всего доброго после большого газа нагретый двигатель запуск может быть справа чуть двигатель поработал на малых запуск стабилен о чем я сейчас и показал то есть я не газовал он остудил систему и запускался уже стабильно так что серёж не переживай этот нюансики тебе вот сейчас несколько раз запуска сделал ты увидел все